Из-за обильных осадков, обрушившихся на Ульяновск несколько дней назад на улице Новосвияжский и Старосвияжский пригород, сошел грунт. Сегодня утром губернатор Сергей Морозов побывал на месте, где произошло ЧП, а после эта тема стала одной из главных на очередном заседании КЧС. Мы продолжаем, прежде всего, мониторить ситуацию за оползнем. Второе, мы продолжаем работать с населением, чтобы убедить население отселиться и не рисковать. В-третьих, мы продолжаем тогда работать, в том числе и за пределами Ульяновской области, чтобы понимать всю историю этого бутырского оползня. Бутырский оползень имеет свою историю еще с апреля 1961 года. Длина оползня составляет 870 метров, ширина – около 200 метров. Сегодня в его активной зоне находятся 83 строения, 64 дома и 19 дач. На участке работает около 20 специалистов. Участок патрулируется полиция и ведется круглосуточное дежурство. Однако этих сил на устранение опасной ситуации не хватает. В настоящее время самой главной задачей, которая на сегодня стоит, это понять возможность дальнейшего распространения оползня. Здесь мы считаем, Сергей Иванович, и просим обратиться в МЧС России, в научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Специалисты данного института отработали у нас в прошлом году на грузовой восьмерке. Новый оползень создал реальную угрозу жизни населения. Десятки жителей были срочно эвакуированы. Десять домов на данный момент находятся в первой зоне опасности. Как отметил губернатор Сергей Морозов, новый оползень, к счастью, нельзя назвать чрезвычайной ситуацией, но все структуры должны находиться в режиме повышенной готовности. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.